Это программа День с толком в студии Елены Макаренко. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе. Главные темы сегодняшнего выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обоснованного роста коммунальных тарифов скрыла прокуратура. Оказалось, что в них необоснованные суммы заложили некоторые ресурсовики. Проверки начались после волны недовольств от людей по поводу резкого скачка тарифов. Нарушения, в частности, выявили прокуроры Бийска, Рубцовска, Железнодорожного и Октябрьского районов Барнаула, а также Целинного района. Там ресурсовики не исполнили условия инвест-программ по модернизации и ремонту инфраструктуры. При этом расходы на эти цели на сумму более 17 миллионов рублей заложили в тариф, сообщает Банкфакс. Кроме того, вскрылось и завышение выплат страховых взносов за обязательное соцстрахование, которые оплачиваются из фонда оплаты труда на сумму свыше 8 миллионов рублей. Проверки продолжаются. Не исключено, что вскроются и новые факты. Трое эвакуированных жителей Барнаульского дома «Поленина-133» сейчас находятся в пункте временного размещения на базе 6-й спортивной школы. Остальные, как сообщают в администрации Железнодорожного района Барнаула, временно проживают у родственников. Напомним, накануне на тротуар обрушилась часть стены двухэтажного здания, которое было признано аварийным еще в апреле прошлого года. К счастью, никто в ходе происшествия не пострадал. На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧАЭС Железнодорожного района по заключению экспертизы было принято решение переселить жителей дома. Эвакуировали 24 человека из 14 квартир. В данный момент в администрации района идет совещание, где решается вопрос о предоставлении жителям маневренного жилья или компенсации за оплату арендованной квартиры. В последующем, естественно, будет производиться комитетом жилищно-коммунального хозяйства города, будет производиться оценка жилых и нежилых помещений. После того, как будет проведена оценка, на основании этого жители будут выплачены компенсации. Ну, то есть не компенсация, то есть выплата будет осуществлена в соответствии с оценкой. Несколько дней в поселке Новый Первомайского района борются с талыми водами. Населенный пункт превратился практически в Венецию, а часть домов и вовсе оказалась затоплена. Удалось ли побороть стихию и как жители преодолевали преграды, выясняла наша съемочная группа. Собака Валерия по колено ходит в шоке. Жители поселка Новый борются с паводком уже не первый год. Однако этой весной вода затопила многие дома. Из дома выйти можно только при наличии высоких резиновых сапог или, как вариант, можно проплыть на лодке до пункта назначения. Такая возможность побывать в маленькой Венеции совсем не обрадовала жителей поселка. Некоторым из них пришлось приобрести сапоги, а кому-то откачивать воду из своего жилища. У нас подвала нет, есть подпол. Да, стояла вода, один сантиметр не дошла до пола. То есть позапрошлом году доски половые лежат и вот так это было. Все лаги, фундамент, это же тоже все залитое. У нас погреб полностью залит. Ну вот сейчас это как сушить, вообще не представляю. А вообще по поселку много домов затопленных, прям очень много. Через улицу мужчина, у него цокольный этаж, 77 сантиметров воды. Выживали как могли. Ходили босиком до гаража за сапогами. До машины таким же образом, говорит Кристина. А кто-то и вовсе не стал рисковать автомобилем и оставлял транспорт. Одна из ключевых причин паводка, по мнению жителей поселка, отсутствие ливневой системы. А это мероприятие дорогостоящее. С 16-го года, в 16-м году был первый паводок, но не такой, как в этом году. Потому что в этом году очень сильный паводок был. Все произошло из-за того, что трассу подняли, расширили, подняли трассу. Уровень воды изменился. Вот, и у нас, получается, наша точка стала ниже. Вода вся с поселка, с того, с полей, все сюда, к нам. У нас, так сказать, линза здесь образовалась, и она не уходит. Несколько дней жильцы просили помощи у местных властей. Приезжал трактор, однако этого оказалось недостаточно. Потребовалась более серьезная техника. Внимание на проблему в своем телеграм-канале обратил и губернатор края Виктор Томенко. Введен режим повышенной готовности. Сейчас специалисты делают все, чтобы решить проблему. В том числе с помощью дополнительной техники, которую привезли в поселок. Чистят водоотводный канал вдоль Бийской трассы и ливневку на границе Нового и Солнечного. Отметим. Вчера в Новый приехала оперативная группа администрации района вместе со спасателями. Спецтехника расчистила дорогу для потока талых вод, и их уровень значительно снизился. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком. Накануне подтопило и парк Изумрудный. Сейчас на его территории откачивают воду, чтобы посетители могли спокойно гулять. Как в Изумрудном борются с временными трудностями и что планируется сделать в парке до конца года, расскажем в следующем сюжете. В былые времена воды здесь было по пояс, говорят в парке. Сегодня потопления Изумрудного уже не так страшны после благоустройства. На территории весь день работает помпа, которая откачивает воду в более сухие участки. И временное решение, чтобы гости парка могли свободно гулять. Как только подсохнет, а в парке рассчитывают, что это произойдет в ближайшую неделю, здесь приступят к финальной стадии благоустройства. Например, совсем скоро начнут заполнять пруд. Вы видите, уже достаточно много воды. Это и то, что мы заливали в конце года прошлого, и результат таяния. То есть, в принципе, нам еще сантиметров 60 поднять уровень, и мы выйдем на тот летний уровень. Все будет налажено, чтобы мы в майские праздники вошли с прудом, с набережными благоустроенными, с водным транспортом, который будет, с визитцентром, который тоже планируется к концу мая запустить. В конце года посетители парка наконец-то увидят здесь каток. Переодеться, оставить вещи, посидеть в кафе, подзарядить телефон, можно будет в визитцентре. Кстати, накануне определился подрядчик, который займется основными работами в парке. В этом сезоне обновится фасадная часть парка со стороны Комсомольского. Будет реставрирована входная группа. Также планируется возвести амфитеатр почти на 200 человек и благоустроить парковку. Интересный тоже такой объект – это зеленый пляж. Вот там за прудом, между храмом и прудом, есть большая поляна, которую мы запроектировали в формате такой газонной поляны. Мы ее назвали «зеленый пляж». Это такое название объекта, где будет и геопластика, будет завезен грунт, сделаем систему орошения, чтобы можно было поливать эту всю систему. И, соответственно, засеяна будет травой, чтобы там могли люди отдыхать на газоне. 15 августа все работы должны завершиться. На следующий год останется небольшой объем работ на 30 миллионов рублей. Это еще одна спортивная площадка, шахматный павильон и не только. А вот работа с зеленью, говорит Владислав Вакаев, тут еще не на один год. Люди видят позитивные изменения, но с зеленью по щелчку пальцев не получается. Если вот эту набережную там можно напрячься и сделать там за месяц, то дерево при всем желании ты не сделаешь большим и развесистым. Для этого нужны годы. Парк – это зелень, а зеленью надо работать. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком. Больше 235 миллионов рублей потратят на благоустройство двух других барнаульских парков – Центрального и Юбилейного. В последнем обустроят велосипедные и беговые дорожки, пешеходные связи, установят велопарковку и модульный туалет. В Центральном парке планируют заменить покрытие, отремонтировать фонтан, создать зоны отдыха, оборудовать детскую игровую площадку и установить парковую мебель. Работы в обоих парках должны завершить до конца этого года. Беспарашютное десантирование с вертолета, воздушная разведка местности, помощь при стихийном бедствии. Спасатели провели сегодня тренировочные учения в преддверии паводка и пожароопасного сезона. Подробности далее. Беспарашютное десантирование с вертолета – самый эффективный метод спуска в труднодоступных местах. На высоте 20 метров спасатели отрабатывают действия до автоматизма. Нужно проверить исправность снаряжения, надежность крепления страхующих систем, ведь в реальных условиях придется поднимать на борт вертолета еще и пострадавшего. Ошибок быть не должно. Спускается веревка, она фиксируется в верхней части вертолета, спускается вниз, и получается мы к ней фиксируемся, обматываем ее, и на ней спускается. То есть задача устройства удерживать нас на веревке и позволить, тем не менее, спуститься. Эту технику спасателям не раз приходилось применять на поисково-спасательных операциях, поэтому ежегодные тренировки – большое подспорье. Прилетать на помощь приходится довольно часто и в самые неожиданные места. На Белуху, по-моему, там туристы пропали, тут же нам вертолет дали, полетели. На Мультинских озерах тоже заявка была, тоже полетели искать их, там тоже десантировались на гору. В 2014 году в паводок участвовали на вертолете, тоже там людей доставали, залитых там с крыш. На акватории АБИ отработали и тренировку по проведению взрывных работ. Спасатели вместе с подрывниками оценили паводковую ситуацию на сегодняшний день. Они должны сработаться, летчики и взрывники в основном. Это, как в армии называют, боевое слаживание проходит. Надо удержать вертолет на высоте 20-30 сантиметров над льдом, чтобы пока взрывники делают заряды. Ребята с этим успешно справляются. В преддверии пожароопасного и паводкового периода в такие тренировки особенно актуальны. Все этапы подобных работ находятся на контроле у губернатора края Виктора Томенко. Татьяна Голубева, Мария Мацаева, Александр Антропов. День с толком. Оповещения о химической обработке полей, возможно, будут приходить пчеловодам автоматически. Соответствующим предложением выступил Комитет краевого Заксобрания по аграрной политике, природопользованию и экологии. В новых поправках к федеральному закону о пчеловодстве депутаты предлагают, например, разработать возможность рассылать персональные уведомления пасечникам, зарегистрированным в системах Респак и Сатурн. Принятые нормы, по словам парламентариев, позволят предотвратить отравление пчел. Пока, согласно последним поправкам к федеральному закону, который уже принят в Госдуме в первом чтении, отмечается, что аграрии должны оповестить жителей ближайших населенных пунктов через СМИ. Причем сделать это не ранее, чем за 10 дней и не позднее, чем за 3 до начала химической обработки посевов. А вот новые поправки, связанные с автоматизацией процесса, депутаты готовят к рассмотрению законопроекта Госдумы во втором чтении. Заседание состоится 19 апреля. Специалисты по правильному питанию получили персональный праздник в календаре. Раньше нутрициологи делили его с диетологами и приходился он на 10 марта, ведь специфика направлений схожая. Теперь нутрициология вырвалась в независимую сферу и у специалистов появился свой день – 28 марта. Почему следить за культурой пищевого поведения становится своеобразным трендом и должны ли нутрициологи иметь высшее медицинское образование, чтобы помогать людям, узнавала Мария Мацаева. Станислав – профессиональный спортсмен. Поддержание формы требует сбалансированного питания и витаминов, особенно при высоких физических нагрузках. Рассказывает с этого и началось погружение в науку о правильном питании. Как только не получилось закрывать глаза уже на собственные, скажем, дисбалансы в организме, вызванные спортом, вот тогда-то, собственно, нутрициология и пришла на помощь. Он начал изучать анатомию, физиологию, биохимию. Нормализация, собственно, метаболизма позволила, хоть как-то начать разбираться, потому что без этого нам бы литературу далеко не вывезли. Нутрициология – относительно новое направление. Специалисты этой области дают советы касательно рациона, похудения или набора веса, помогают скорректировать нехватку витаминов в организме. Но в отличие от диетологов, они не ставят диагноз и не назначают лечение. Диетолог лечит, нутрициолог регулирует. Поэтому специалисты этих областей могут работать сообща. Несмотря на всю полезность и востребованность профессии, существует много споров вокруг нее. Поскольку профессия для российского образования новая, в учебных заведениях такого направления еще нет. Обычно на эту специальность переквалифицируются люди, у которых уже есть высшее медицинское образование. Те, у кого медбазы нет, проходят специальные платные курсы. Предлагают обучаться с нуля и онлайн-платформы. Но качество излагаемого ими материала остается под вопросом, как следствие риск выпуска неквалифицированных нутрициологов. Увидев в интернете яркую рекламу марафона по похудению от нутрициолога, Юля решила испытать удачу. Суть этой диеты заключалась в употреблении только определенных продуктов. И по словам девушки, хоть это и дало видимый эффект, не все продукты из диеты ей подошли. Постоянным приверженцем именно кето-диеты я не стала, потому что мне показалось, что это может быть вредно для подживудочной железы, потому что очень много жирной пищи приходится употреблять. В принципе, я не жалею, потому что именно с этого момента началось изменение внутри меня. Единственное, что, конечно, здесь нужно правильно выбирать, где участвовать, потому что кето-диета подходит далеко не всем. И потому сами врачи подчеркивают, нужно с осторожностью обращаться к тем, кто продает свои услуги в интернете. Врач знает последствия своих действий. Когда человек две недели закончил курсы, был мастером маникюра, через две недели он стал нутрициологом, там страха вообще никакого нет, потому что совершенно человек не понимает, что БАДы тоже могут навредить, что даже люди не знают названия этих диагнозов по МКБ-10 и понятия не имеют, что может быть какие последствия. Также врачи советуют обязательно интересоваться тем, где обучался выбранный вами нутрициолог и как повышал квалификацию. И тогда грамотный специалист станет для вас гидом в мир правильного питания и здорового образа жизни. Анастасия Дороган, Мария Мацаева, Александр Антропов, Андрей Печоркин. День с толком. Стрижка БОП, макияж с веснушками и пальто цвета сливочное масло. Таким может быть весенний образ по всем модным канонам этого года. Горячие тенденции в мире фэшн-индустрии обсудили барнаульские дизайнеры и стилисты на встрече, которые провели сетевое издание «Толк» и бизнес-журнал «Автограф». Но главный тренд, с которым согласились все эксперты – это уникальность. О том, как персонализировать свой образ и при этом не выбиться из стилевых норм, знает Мария Мацаева. В этой весной в гардеробе должен наконец-то появиться смысл какой-то. Стиль перестал быть просто набором красивых вещей, потому что красивых вещей стало много. Теперь стоит вопрос в том, чтобы одеваться в себя. Это значит, что нужно понять, что ты хочешь, какой месседж ты хочешь запаковать. Ваш характер – база модного имиджа, доказывают барнаульские эксперты фэшн-индустрии. Тренд на персонализацию дает свободу самовыражения. Главное – уметь это подчеркнуть, но при этом остаться в контексте. Мы не можем игнорировать моду, потому что она врывается к нам в жизнь. Можно всегда, говорю, иметь в наличии одно базовое платье, но благодаря очкам, сумкам, каким-то деталькам маленьким, брошечки, ты можешь играть со своим образом. В этом сезоне очень модный, классный цвет сливочного масла. Но если по колористике вам лично этот цвет не подходит, забудьте про эту сумочку и выкиньте ее подальше. Актуальны противоположные вещи. После пандемии, например, в моду вошли изделия со стразами, с камнями. Все это должно быть очень блестящим, ярким. Можно сочетать несочетаемое и создавать свой характер, свой образ, свое настроение, свою температуру, все что угодно. Короткие стрижки – новая женственность, добавляют эксперты. Самые смелые могут решиться на веяние 60-х. Асимметричную челку – боб, пикси. Цвет не имеет значения. Ты будешь натуральная, модная. Ты будешь брюнеткой – это тоже. Не выпадешь никуда. Блондинка – пожалуйста. Макияж подчеркнет уникальность. Эффект влажной кожи, веснушки, глянцевые губы, стрелки любых форм. Это впустит в весну ваш образ. Пять брендов из десяти будут вокруг румяна. То есть скульптурирование румяна. Румяна на все лицо. Румяна на нос. Эффект как бы обгорелого лица. То есть вот эта вот вся молодость, свежесть. Как подчеркнули эксперты, нельзя не отметить уход модных брендов из страны. Это дало толчок развития нашим дизайнерам. Я рад, что в последние два-три года российское производство стало лучше. Я надеюсь, в дальнейшем это будет тоже интереснее происходить. Изначально было очень сложно. Мы шли, искали проверенные фабрики, обжигались. Наши планы глобальные. Мы хотим развиваться. Мы в принципе развиваемся. В ближайшее время мы открываем магазин в Москве и в Новосибирске. И уже у нас спрашивают о франшизе. Но мы никогда не забудем наш любимый город Барнаул. И головной офис будет в Барнауле. И самое время создавать свою моду. Об этом говорили барнаульские стилисты и дизайнеры. Это новый проект сетевого издания «Толк» и журнала «Автограф» под названием «Время трендов». Встреча не последняя. Спикеры из разных сфер продолжат обсуждать самые горячие тенденции в области инвестиций, моды, строительства и не только. Мария Мацайва, Андрей Печоркин. День с толком. Главная команда «Края» по хоккею на траве готовится к сезону. Первые старты в начале мая в Москве. Какие цели на предстоящий сезон у девчонок, играющих в Суперлиге, а также о подрастающем поколении хоккеисток, скрестивших клюшки на турнире «Снежный Алтай» в материале Дмитрия Дроздова. Пока на улице снег до конца не растаял, хоккей на траве превратился в хоккей на паркете. Выясняет отношения команды пятерками. Четыре полевых игрока плюс вратарь. На все про все у них три тайма по 10 минут. Всего в турнире «Снежный Алтай» участвуют 10 команд. Четыре из Пермского края и Республики Татарстан. И две барнаульские команды «Юность Алтая». Участницам от 11 до 13 лет. И кто-то опыт набирает, а кто-то им делится. На местном уровне у нас конкуренция слабоватая, так скажем. И поэтому вот этот именно турнир для нас очень важный. Потому что здесь ребята как бы не только играют, но и здесь какие-то психологические барьеры решаются тоже у команды. Потому что команды сильные. Команды Казани очень сильные. Команды из Перми тоже, в общем-то, ребята подготовлены на уровне. Команды разделены на две группы по пять команд. В группе А уверенно лидирует сборная Татарстана. А вот в Б наши девочки из «Юности Алтая». Задачи у команд разные. Для одних победа, для других подготовка к сезону. Для нашей Пермской команды, а у нас их здесь четыре, мы ставим эту подготовку к большому хоккею на траве. То есть к летнему сезону. Такая мини-репетиция. Да, можно выразить так. Потому что мы привезли 43 человека сюда. Первый старт, которым команды готовятся сейчас, это первенство России. Оно состоится в конце июля в Выборге Ленинградской области. Наша команда ставит перед собой минимальную задачу попасть в тройку. К старту сезона готовится и главная краевая команда «Коммунальщик». Девчонки уже активно тренируются. Иногда даже выходят на уличное поле. Администрация клуба провела и трансферную политику в составе три новых игрока. Одна из Краснодарского края и еще две из Москвы. Они должны усилить состав и заменить травмированных. Главное, чтобы остальные живы-здоровы были. Потому что старые травмы дают знать, кто тот, кто тот со спиной, кто с коленями мучается потихоньку. Но, тем не менее, вроде как к сезону подходим. Во всеоружии. Сезон для «Коммунальщика» начнется 8-9 мая в Москве играми против одноименной команды. Напомним, главная команда «Края» играет в Суперлиги. И прошлый сезон подопечные Владимира Кобзева завершили на пятом месте. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok